Витяблянин Дмитрий Морозов больше за 35 годов разводит редких голубов. Сегодня в специальном доме для крылатых, який мужчина зарабил разом с батьком, живут каля 40 птушек. Мясовые дети приходят сюда, как покормить голубов и доведаться про то, как правильно за ними доглядать. С опытным голубоводом познайомился Артур Смоляков. Ранее голубятни были о малю кожным витябским дворы, вспоминают птушководы. Зараз в городе их засталося каля 50-ти. Как крылатая справа исновала не на птушиных правах, Дмитрий Морозов робит все, что в его силах. Первые птушки в его заявились еще в детстве. Хлопчик начал спостигать тонкости их утримания, а крыху поздней стал уладальником уласной голубятни в районе ДСК. Любовь голубя мне отец привил с детства. Мне было 7 лет, наверное, первый класс. Он принес первую пару голубей. Меня это увлекло занятие, мы держали на даче. Сегодня у меня 15 пар оставил на племя. Редкие породы есть. Это кировоградские, вот новая порода для меня, это сиреневые, коверкотовые. Но в основном я держу одну породу, это николаевские. Николаевские высоколетные, бескружные. Заворожили своей красотой полета, стойкостью. Они стоят на одном месте и трепещут, как бабочки. Это место – соправдная коммунальная кватера. Тут голубы нарожаются, знаходят себе пару и обзаводятся потомством. Сегодня у коллекции Дмитра Морозова шизые, желтые и белые птушки. Утримливать их не просто. Как почистить голубятню и покормить птушек, Как и господарь, каждый день приезжают на ДСК с далекого микрорайона медцентр. При этом мужчина сам лечит крылатых, кальяны захворяют. Каждый день кормлю, пою, смотрю, лечу. Бывает вспышка сальмонолеза, бывает вспышка парамиксовирусной инфекции. От этого мы прививаем. А так приводим меры. То есть дезинфекция, уход, чистота, хороший корм. Ну и своевременно смотрим за голубями. Если где-то нахмурился или что, может таблеточку дать, может еще что-то. Дмитрий Морозов клопотится не только про уластных, а и про чужих годаванцев. Зусим неодавно жихарка областного центра Знайшла на балконе голуба незвычайного персикового колеру. Жанчина одразу сразумела, что перед ей породистая птушка. Что с ее и робить, и как знайсти законного уладальника, подказал Дмитрий Морозов. Где-то, может быть, полторы тысячи России. Вот так вот мне сказал, стоит вот эта вот птичка. Выяснилось, что эта птица летает именно ввысь. Он мне объяснил, что ввысь очень высоко. Порода такая, что это девочка почему-то сказал. Что она вот 2015 года, но это было написано на колечке. Мы сами поняли, что еще молоденькая птичка. Гэтый инцидент Дмитрий Морозов тлумачить просто. Молодые птушки часто помыляются и прилетают на чужие голубятни. Тому птушководу есть правила, чужих птушек треба вертать. Для этого на лапках крылатых за все дызамоцовывают кольцы с номером телефона уладальника. В осени звычайную знаходку Святланы Тихоненки Дмитрий Морозов передал господару Жихару Витебска такому ж апантанному голубоводу. Артур Смоляков, Александр Индин, Новины, Витебск.